Добрейший денёчек, и меня, похоже, ожидает, пока я спал, сонная морда проснулся, а Полина сделала уже что покушать, блинчики, драники, какие огромные, и чего попить, так что я не буду голодный. Мелкий комп работает, включён просто для того, чтобы быть включённым, как ни странно, чтобы его не убивала дальше плесень, так он как-то греется, сушится, пусть хотя бы в нём будет жизнь. Потом соберу его и поставлю в более сухое место. Надо сходить искупаться, хотя бы как-то искупнуться по возможности, к маме идти неохота, и колено надо беречь. Пойду нагреваю водички и искупнусь. Когда я этим займусь всем? Так стрёмно, что это в глаза, в нос попадёт потом в организм. Без защиты так это мыть не хочется. Тут, короче, кот насрал кучу-куч, прям в одно место очень много. Я всё мыл уже несколько раз, а он опять срал. Я не знаю, можно ли такое показывать на YouTube, придётся заблюрить. Ну, в общем, здесь куча дерьма, если что навалены, прям несколько дюжин, наверное. И там ещё по лесене гора сверху. Я сделал щеколду, прикрутил, закрутил пол, где кошки вламывались в комнату, пролазили. Так что теперь тут закрывается помещение, я снова наболтаю водички, помою ковролин, постираю здесь. И буду надеяться, что кошки больше не пролезут сюда, потому что сколько раз я уже мыл пол, а оно всё равно в дерьме. Вот тут кошки вылазили из-под пола, пролазили в щели, чтобы здесь посрать. Вот этот самый обсерватор, который там всё засрал, куча дерьма из-за него. И оттуда его выгнали тоже из-за этого, из-за того, что он вонючка от мамы, мы же его уносили. Вот он и там загадил, и тут загадил. Думаю, столько водички мне искупаться хватит. Баночки, скляночки, чайник, горячая вода, мыло и типа ванна. Это всё, что нужно для гигиенических процедур, да? Если кому-то это кажется сильно страшным, то вы ещё не думали, как люди живут в деревнях и в сёлах, и моются в тазиках, и вот это вот всё. На самом деле всё могло быть ещё страшнее, так что ничего такого, за что надо сильно переживать, вроде бы не происходит. На борще круги застывшего жира, как вы понимаете, я его не грею. С детства холодная еда нравится. На фразы мамы в детстве «иди кушать, а то остынет», я отвечал «дах холодное, вкуснее!» У нас опять кончился хлеб. Вот перекосы. Когда мама жила тут в доме, она покупала хлеб, и я покупал, он плеснил. Если суп кончился или борщ, и не сварили новый, то хлеб в потреблении резко падает, он плеснеет. И просто выкидывали целые булки хлеба бывало. Сейчас мама здесь не живёт, Полина варит борщ или какой-нибудь вкусный суп. Расход хлеба гигантский. Я его много употребляю, и он кончается очень быстро. Это всё, что у нас осталось от хлеба. Надо увеличить закупки хлеба. Сейчас смотрел одного флагера, которого смотрел в 2016 году. И он там одно видео назвал «Я купил дом». И показывает, что покупает небольшую дачу где-то в деревне, небольшой домик. Не за свои деньги, говорит, у бабушки взял деньги, ещё и в рассрочку на несколько частей. Там первый взнос, потом ещё частями будет отдавать. А они такие домики вроде бы и так недорогие. Так он вот ещё и в рассрочку. Можно было бы подумать, что прибедняется просто. Но на самом деле, вроде реально, просмотры упали, охваты упали, у него работы нет. И действительно, откуда бы он взял деньги. Ещё и в каком-то из последующих видео говорит, что будет продавать машину. Подписчики пишут, не продавай, ты же без этой машины как бомж. Ты сам говорил, что эта машина, это единственное, что тебя отличает от бомжа. А он действительно, у него кроссовер, иномарка. И он открывает заднюю дверцу, там, это то, что называют пятой. И у него там склад вообще, надувной матрас, насосы всякие, приблуды для того, чтобы в лесу жить с палаткой. Весь багажник забит. И вроде бы у него проблем таких, как у меня, с инспекцией нет. Он машину купил и не говорил, что его там кто-то кошмарит, тормозит и вот это всё. Так что он прям начал пользоваться автомобилем, и у него в нём склад. Но, тем не менее, вроде решил продавать. Так вот он, когда назвал видео «Я купил дом», столько народу в комментах набежало, что впервые за полтора года мне YouTube тебя порекомендовал на главный. И этот комментарий занравканный, там, 300 с лишним нравок на этом комментарии. И много людей понаписали «Вау, мне снова стало интересно тебя смотреть с тем, как ты купил дом». А мне же год или полтора назад в Смоленской области в деревне попадался дом. Написано, что можно было с пропиской, что дом оформлен, но он в плохом состоянии. За 200 тысяч рублей участок с домом в Смоленской области. Я прям представлял, как туда приезжаешь и начинаешь там всё чистить, порядок наводить, пеноплекс привозишь там, проводишь проводку, чтобы там можно было зимовать. 200 тысяч рублей, представляете? Там были фотографии, там гараж на участке был, старый домик и всё заросшее. Он, естественно, давно заброшен был, вот этот участок, и его так дёшево продавали. Но сейчас там ничего такого нет. Комнаты по 680 тысяч рублей в общежитии есть, а участков вот таких по 190 тысяч рублей уже вроде бы и нет. Сейчас народ переполошился чуть-чуть на YouTube, большие каналы. Им запрещают рекламу в связи с новым законом продавать на своих каналах. Закон об иностранных агентах и вот эта вся чушь. И сейчас один чувак, кустоголовый, рассказывает о том, какие ролики на его канале набрали много просмотров. И говорит, если вы постоянный зритель мой, то вы наверняка смотрели вот эти ролики. И перечисляют один за другим. И он перечисляет именно те, которые я не стал смотреть, которые набрали очень много просмотров. И такое происходит постоянно. Я на кого-то подписан, я регулярно смотрю его там видосы, но те, которые мне не интересны, которые я вообще не хочу смотреть, именно они набирают очень много просмотров. Прям какой-то разброс вообще на 180 градусов от популярного. Так получается, что вот ещё бывает на кого-то подписан, посмотришь видео какое-нибудь одно, до этого не смотрел и после не смотрел, а вот это кажется тебе очень интересным. Смотришь его полностью до конца, думаешь, вот это видос у него вышел, он офигенный, наверное, на нём классно будет просмотров. Переходишь на канал, а оказывается, что этот ролик, который мне понравился, он выдающийся, опустившийся и ничего не набравший. Он удивительно низкий по просмотрам относительно своих соседних видео. И ты понимаешь, вау, всё наоборот, то, что интересно тебе, совершенно неинтересно другим. И наоборот, то, что они смотрят, ты даже тыкать не будешь. Думаешь, что происходит, почему всё наоборот. И вот чувак сейчас об этом говорит, что если вы постоянный мой зритель, то вы, скорее всего, видели вот этот, вот этот и вот тот ролик, а я каждый из них не стал смотреть, потому что темы для меня неинтересные. Посмотрели Формулу-1, квалификацию, она нынче в необычное время, в пятницу вместо субботы. Уже вечер, а мы только решили идти к маме, стирать одежду и в магазин идти. Пришлось конвертацию вырубать, не все фильмы успели сконвертироваться. Но компьютер я всё-таки выключаю, когда мы уходим. Ещё очень большая очередь на конвертирование. Этот компьютер работает сутки и пять часов. И тот сейчас маленький, буду выключать, он тоже работает уже больше суток. Какой он звук издаёт. Он выглядит очень круто. И когда его выключаешь, он такой звук классный издаёт. я думаю это жесткие диски останавливаются и очень такой крутой звук замедляющийся издают а этот работает два дня и 21 минуту могу как много еще и ровненько так получилось но электричество вырубаю так что все таки тоже пока ему выключу короче топаем мы с полиной в магазин и камеру я с собой брать не стал думаю возьму смартфон ибо стабилизация на нем намного лучше но более того тут уже на улице к этому времени пока мы пошли стемнело и смартфон логично что все не видит так что это получается какой-то не влог а подкаст вообще черно на экране а мы глазами видим дорогу видно лес в общем представляете себе лесную бетонную дорогу а мы топаем в маг не пошли мы сегодня никуда не не на кладбище не поехали потому что мы с мамой заснули и про да не за цветами не на кладбище не в эмеретинку не за пи и спихой короче остались дома у меня такое настроение что и завтра и послезавтра я хочу оставаться дома ногу лечить конвертировать файлы и играть видеоигры домоседка и погода соответствует опять идет дождь мы сейчас идем по капающему маленькому дождику мрачно холодно что тут вообще делать в такую погоду есть делать что тем у кого полные карманы денег кто хочет туда в торговые центры кафешки рестораны на тачке кататься по городу так можно и дома отсиживаться взяли сегодня ferrari заменили гонщика одного основного и взяли неопытного чувака какого-то молодого этого все удивительно берма на оливер берман это прям сокращенно читаешь такой думаешь какой-то медвежатник какая-то то ли пивная то ли медвежья у его фамилия попробовал включить вспышку как я думал предсказуемо видно что идет дождь пролетают капельки у меня на смартфонах еще и кончается память на одном два с половиной гигабайта осталось памяти и на другом 6 уже некуда видосы снимать освобождать тоже пока рано потому что на компе конвертация не закончена и на ноутбуке кончается жесткий диск я себе woman хотел вставить жесткий диск самой большой емкости что есть и давно уже в dns были жесткие диски 2 5 дюйма на 3 терабайта я такой о да едем покупаем потом думаю вдруг он не влезет начинаю изучать они реально более высокие что ли высоту получается он больше и там не 9 миллиметров а 15 написано и он может не влезть пишут большинство ноутбуков не знаю влезет ли это дело в моем так часто мы тех 3 терабайтных уже нет жестких дисков есть наличие только 4 еще есть позиция 5 были галочку можно поставить объем выбираешь 4 и 5 по трешке пропали а у меня-то всего два стоит было бы круто woman ssd-шник 512 поменять на 4 терра м2 палочку и жесткий 4 чтоб там 8 было 2 и с дешкой 2 жестким диском ладно будем топать в магазин купим каких-нибудь вкусняшек хлеба и наверное пойдем назад потому что мама не отвечает и мы даже не стали брать все-таки одежду с собой хотели пойти к ней постирать одежду и искупаться но времени уже очень много они может вообще уже отдыхают а мы формул один смотрели и да и вообще выходить не охота вот так вот видно когда свет до объекта доходит да и возвращается а когда он теряется там во тьме то нифига особо и не разглядишь вот он куст есть такой мультик переозвученный может большинство не знает просто квашина с матом и там фраза такая если найду ставлю но пустите посрать то гля умираю у меня и газета есть так вот я представил эту цитату только на наш ват переначенную к маме как мы стучимся ну пустите постирать то блин у меня и одежда есть это как мы сегодня бы к ним пришли ай дождь как усилился блин а мы без зонтов пошли зачем мы пошли без зонтов и почему надо быстрее в магазин бежать а потом там долго долго выбирать товары а я провяжу как капли об смартфон у меня разбиваются будем выключать а дорогу-то залили тут теперь бетон не было годами здесь дороги а теперь тут бетон как они в спешке это сделали пройдемся он уже сухой его как будто вчера залили или еще раньше ровный вроде несколько лет здесь были эти ямы не было дороги а теперь залито интересно если а ну вот щебень есть если разъезжаться здесь со встречкой то куда деваться спрыгивать то с него не охота брюхом прочешешь полина говорит мы почему хлеба мало брали потому что его мало было в наличии на полках магазинов действительно мы приходили его было мало вот этот есть который обычно берем с хоть и зажаристый такой хлебстер без акции доширак 28 рублей они 25 это что такое за 30 рублей сдобные колечки написано что-нибудь кофе купить пришли мы домой с магазина что-то у нас покупки все дороже и дороже получаются раньше 350 было 500 потом недавно было 850 рублей из магазина сейчас пришли у нас 915 рублей человек получился если не больше 977 со скидкой 915 почти тысячу но правда еще купили картофель и лук к этому делу и дошираки в основном получился хлеб или около того такая вот продукция и дороже всего в этом списке сыр вот такой вот чек получился торнадо энергетик хлеб лук картоха вроде все нормально пока не видишь в этом списке сыр 231 и в общем вот 915 пошел доширака заварил у нас их теперь штук восемь давно столько не было решили на ночь перекусить с томатной пастой какой краснючий поли ним такой белый не разбавился в моем приправы больше и томатная паста краснючий насыпали еще сыра немножко сюда накидали но что-то жижка вся впиталась и бульона особо нету это я накосячил ведь вода чуть-чуть оставалось и ее вылил потом в эту влейку на хранение не долил жидкости как-то я снимаю влог в 2016 году и была погода что ли неподходящая я решил дома влог снять не ехать куда-то как обычно и снял как я только не дошираке там бигбон заварил и человек который постоянно смотрел тогда мои влоги говорит какую ты хрень жрешь антоха и вот прошло сколько лет 8 будет в этом году до 70 с половиной лет я все еще ем лапшу быстрого приготовления только не бигбон доширак надели сегодня другие футболки я вот это купил и забыл за нее полина говорит ну возьми ту голубую я такой какую она говорит ну то синюю что ты недавно купил я их покупаю и забываю их вообще мысленно добавить парк одежды не помню даже что они такие есть купил куда-то домой принес и ходит дальше в старом неделями вот и ничего и не покупал другое дело девушки они одежду до интересуются покупают и потом такие ой хочется чего-нибудь новое надеть надеть некоторые тоже покупают одежду и не одевают в секонд-хендах продается одежда прям с бирками бывает у меня будильник надо бежать выключать в типичных цветах девочки мальчик до свой на розовый до на картинке у меня оранжеватым кажется каким банненько пора уже ложиться спать буду это дело монтировать и пойду отдыхать это и сегодня спал до обеда не мог никак проснуться на завтра вроде планируется куда-то идти даже если мы не пойдем завтра то все равно режим надо как-то выравнивать а то я опять начинаю полдня спать это наверное для продуктивности вероятно нехорошо надо порядок наводить и файлы кто-то должен конвертировать конечно это удобнее делать по ночам но все же вдруг мы днем куда-то поедем так что на этом сегодняшний день окончен пока